Снег сошел, пора за грабли. Сегодня в сквере в поселке Корны началась уборка. Не дожидаясь субботника, люди начали приводить его в порядок. Сквер в нынешнем виде существует всего год, но уже стал любимым местом отдыха местных жителей. Денис Ионас продолжит. Раньше на этом месте был фонтан, вспоминают местные жители, но его сохранить не удалось, поэтому организовали клумбу. Сейчас ее вскапывают и здесь высадят почти полторы тысячи цветов. Вера Константиновна живет в Корном всю жизнь. Видела, как шло становление поселка. Принимала участие и в закладке этого сквера. Теперь с грустью вспоминает, как он умирал. Здесь была помойка. Постоянно сидели все вот эти пьяницы, общежития, наркоманы. А теперь здесь гуляют мамочки, гуляют бабушки, гуляют детки целый день. И чистота, в общем-то. Если здесь горы мусора, мы убирали всегда. А теперь вот, можно сказать, что очень-очень рады. Сквер начали обустраивать в прошлом году. Сначала своими силами, потом обратились в администрацию и выиграли грант. 200 тысяч рублей ушли на детскую площадку и песок. Сквер используется, в общем, на все 100%. То есть востребован жителями этого поселка Хордного. Они наскучились по красивой территории. И, в общем-то, стараются сами его содержать в порядке. Но, тем не менее, весна, всегда много очень мусора на территории. Поэтому, вот, как бы сейчас, сегодня, начинается у нас месячень по благоустройству, и народ вышел на субботник на эту территорию. Это хороший пример тому, что не стоит ждать чуда. Все в своих руках, уверены жители Хордного. Ухоженный сквер единственный в их поселке. В последнее время, почему-то, мне кажется, что мечи не очень сильно любят свой город. И желательно бы, чтобы больше было тех неравнодушных граждан, которые будут наводить благоустройство и помогать таким службам, как наши. Общими усилиями, уверены в администрации города, можно сделать Омск чистым и ухоженным. Именно неравнодушие заставило взять в руки метлу Виолетту Гинтер. Девушка учится в соседней школе, где организовали детское объединение. У меня у самой маленькая сестренка, поэтому, я думаю, это хорошее дело – помогать. Лилейная аллея. Здесь ей очень гордятся. Высадили ее накануне. Вечерами охраняют, чтобы дачники не позарились на саженцы. Денис Ионос, Александр Филиппов, Антенна-7.